Всем привет! С вами Трестания и я рада приветствовать вас! Сегодня я покажу вам процесс создания вот такого сладкого десерта. Панкейки с ягодами и медом. Начнем! Для работы нам понадобится полимерная глина FIMO SOFT телесного цвета, полупрозрачная красная, немного синего и немного зеленого, тарелочка, на которой будет располагаться наш десерт. Ее я подготовила заранее. Пастель шести оттенков, игла, скальпель, дот с маленьким шариком, моделирующий инструмент с лопаточкой, лезвие, кисточка, формочка круг, щетка, алкогольные чернила желтого цвета. FIMO GEL, жидкость для снятия лака, талька или крахмал, ватная палочка, зубочистка, маленькая иголочка, металлическая крышечка и глянцевый лак. Для начала отрезаем небольшой кусочек полимерной глины телесного цвета, разминаем и прокатываем его на пастомашине. Толщина пласта около 1 мм. Формочкой вырезаем кружочки, примерно 7-8 штук. Берем лепешечку и пальчиком сглаживаем края, придавливая их к рабочей поверхности. Делаем все очень аккуратно. Дотсом наносим текстуру панкейку, словно рисуем цветочек от центр к самым краям. Нажимать сильно не нужно. Пальцем немного разглаживаем, чтобы рисунок не был так заметен. Щеточкой текстурируем заготовку. Крошим пастель, желтую кирпичную смешиваем между собой, а темно-коричневую оставляем в сторонке. Кисточкой тонируем панкейк, придавая ему реалистичность. Темно-коричневую пастель наносим по краям. Теперь на ватную палочку нанесем немного жидкости для снятия лака. Нам нужно убрать с краев пастель, тем самым придать пранкейку еще большую реалистичность. Чтобы не было резкого цветового перехода, слегка прирумяниваем блинчик пастелью. Вот такой получается первый панкейк. По такому же принципу делаем и остальные. Когда все готово, укладываем их в блюдце. Капаем на дно немножко фимогеля и складываем стопочкой блинчики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Приступаем к ягодкам. Хорошо разминаем полупрозрачную красную полимерную глину и катаем тоненькую ниточку. Отрезаем очень маленькие кусочки и катаем из них шарики. Малинки будут очень маленькими и шариков понадобится довольно много. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Собираем малинку. На дот скрепим небольшой кусочек глины, распределяем его и начинаем собирать шарик. И начинаем собирать ягодку. Помогаем себе в работе иголочкой. Таких ягодок нужно сделать три штучки. Работа очень кропотливая и требует терпения. Но результат того стоит. Редактор субтитров А.Семкин Маленькой тоненькой иглой делаем насечки на зернышках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Аккуратно прокручиваем ягодку и снимаем ее с дотси. Для чернички катаем синюю полимерную глину в тонкую нить. Отрезаем небольшие кусочки и катаем из них шарики. Сколько сделать черничек это уже на ваше усмотрение. Субтитры сделал DimaTorzok Тонируем их также пастелью. Крошим три цвета и перемешиваем их между собой. Кисточкой слегка прокрашиваем каждую ягодку. Складываем все ягодки в крышечку и в таком виде отправляем на обжиг при температуре 110 градусов в течение 15 минут. Субтитры сделал DimaTorzok Для ясточков отрезаем два кусочка зеленой полимерной глины, Катаем шарик, а из него капельку. Немного припудрим пальцы тальком, чтобы не оставлять отпечаток перчатки, но и сплющиваем капельки. Лезвием наносим прожилки. Мед делаем при помощи алкогольных чернил и фимогеля. Моделирующим инструментом с лопаточкой набираем мед и распределяем его по панкейкам, как подсказывает вам фантазия. После этого аккуратно укладываем ягодки и листики. Отправляем на финальный обжиг при температуре 110 градусов в течение 30 минут. Когда десерт остыл, покрываем листочки, малинки и мед лаком. Готово! Вот что у меня получилось в итоге. Очень вкусный и красивый десерт. Он идеально подойдет для кукольного домика, ну или в качестве сувенира. А наш урок подошел к концу. Вы смотрели мастер-класс от Тристании? Ставьте пальчик вверх, если вам было интересно со мной. Оставляйте комментарии. Ну и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. До новых уроков! Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!